Тщеславие – мой любимый грех. Без этого никак. И ничего бы и не было. Меня зовут Александр Дедов. Я занимаюсь культурой с помощью сварки и металла. Мы находимся на заводе. Это был огромный цех, где выделывали пушнину из трупов животных. Сейчас, слава богу, это все прекратилось. Здесь несколько небольших локальных мастерских с разными направленностями. Мы сюда тоже как-то заехали. Нам понравилось, что здесь просторно, высокие потолки, большие окна. У меня параллельно, может быть, до восьми разных проектов, все, что здесь лежит вне вот этой вот полки, это что-то доделается, которое сейчас вращается. Можно ее сфотографировать и сказать, что она уже готова. Но можно еще полгода ходить, смотреть на нее, думать, что же тут нужно добавить. Через себя, ну, как обычно у всех художников, сгустки эмоциональные, внутренние. Это подсознательно обычно случается. Не программируешь, вот я буду пилить ногу там чью-то, либо свою, либо абстрактную. Просто делаешь, получается, что объект соответствует чему-то. Для понимания работы в процессе ее изготовления. Бывают работы появляются на одном дыхании. Очень легко, с удовольствием. Ты знаешь, к чему ты придешь. Но даже в этом случае бывает, что не приходишь к тому результату, который ты изначально планировал. Все связано с какими-то переживаниями, размышлениями. Эксперимент с формой. Сочетание вещей очень контрастных. Прощение лишнее нужно отсечь. Оставляешь суть формы. Зритель мог бы почувствовать, не оставлять равнодушным. Это важно. Что от чего и что главнее? Такой философский вопрос. Рука взяла сварку и научилась сама. Но подтолкнул меня к этому мой друг Артем. Лет, наверное, 18 назад. Это был большой трансформатор такой вот, с такой вот ручкой, которую нужно было вращать, не знаю для чего. Потом была большая пауза. Видимо, я осваивал полученную информацию. И спустя лет, наверное, 10 я начал уже заниматься этим профессионально и осознанно. На протяжении полутора лет, наверное, прям одержимость холодным оружием. Нож как произведение искусства, он очевидный факт. Нож олицетворял мужчину, делая ножи. Начал понимать, что такое металл. Бывают периодами, когда ты просто бесконечно варишь и делаешь очень все логично. И у тебя все получается. И сразу же, но это не всегда бывает. Работа может просто встать. Ты не видишь продолжения и откладываешь ее куда-нибудь в пыльный угол до лучших времен. Затем она возрождается через какое-то время. У тебя валяется куча железного хлама. Ты подходишь. Нифига себе. Делаешь вот так вот. Ты понимаешь, что работа-то готова. На следующий день ты такой, блин, ты на какой-то дайте я уберу этот. Не готова. Проходит два месяца, ты рожаешь эту ногу. Долго смотришь так вот. Не-не-не. Потом вспоминаешь, что у тебя была вот эта штука. Несешь ее обратно к ноге. Главное, чтобы она тебя не убила в процессе. Опять две недели проходит. Ходишь, вот как ты думаешь, блин, наверное, нет. Опять ее разбираешь. И вот так может проходить бесконечное количество времени. Во время которого ты думаешь, что ты дико прокрастинируешь. Хотя на самом деле нет. Это естественное течение творческого процесса. И к этому нужно философски относиться. Говоря о какой-то эволюции, можете посмотреть пример этой работы с течением обстоятельств. Нашел, принес. И вот так вот получилось какое-то озарение и импровизация. Не планируешь. То есть раз, случилось. Самый такой лучший и искренний вариант вообще творчества. Вот этот вот парень, Реквием, основоположник новой вехи. Ну, скучно, блин, делать одно и то же каждый раз. Полгода, год происходит какое-то переосмысление. Ты говоришь себе, блин, все, теперь я делаю вот так. Попытка постоянно сделать какую-то небольшую революцию в своем творчестве. Может быть, это иллюзия, но пытаешься что-то новое создавать. Не принципиально новое в контексте вообще мирового искусства, а новое для себя. Если делать одно и то же каждый раз, ты в итоге прогораешь. Чтобы этого избежать, нужно переступать через себя и делать что-то другое. Я такие родители, это консервативные. Вот, если ты работаешь и что-то за это получаешь, значит, у тебя уже все неплохо. Главное, чтобы не был лодырем и тунеядцем. Наверное, меня так, наверное, воспитывали. Нужно работу на 360 видеть. Всегда бывает удобно вокруг нее ходить. Ставлю на этот стенд вращающийся и вижу, где корректировать, что-то убрать, вращать процесс. Гюст орликина, у которого гротесная шапка с бубенчиками. Но вместо этой шапки личинка жука. Это была цельная личинка без патологий, без ножек и без ручек. И я выпиливал фрагмент ее, так скажем, тела, чтобы ставить туда человеческую голову. В каждой мастерской была своя маска. Допустим, вот эта вот мне подарена из Германии, привезли. Я ее забирал специально, там ездил куда-то, там напукал. Можно сразу понять автора по маске. Какой у него внутренний мир, из какого хаоса состоит. И подсознательно Петербург создает некую атмосферу. И это отражается на работах. Как-то прогуливаясь по Тоснинским лесам в поисках грибов. Наткнулся на интересную кучу металла, сваленную локально. Среди которых был этот фрагмент, да? Весы, с помощью которых взвешивали младенцев при рождении. По своей какой-то энергетике, по форме привлек. Я его забрал себе. Грибов не нашел, но зато нашел этот отличный, отличный экспонат. Вот долгое время лежал у меня в мастерской. В конце концов, это послужило толчком к созданию этой работы. Какой-то случайно найденный предмет может являться причиной создания какого-то интересного арт-объекта или скульптуры. Антуражная вещь, которая приводит к каким-то размышлениям, заставляет просто фантазировать и делать выводы то, что это не является предметом из нашего мира, а является каким-то предметом, относящимся к каким-то совершенно другим цивилизациям, каким-то другим параллельным, не касающимся нашей реальности вещам. Кто-то сказал в свое время, если бы ты не делал скульптуры, ты бы, наверное, был серийным убийцей. Просто все сказано, можно дальше даже и не снимать. Я дал самую главную мысль того, что происходит. Волковский маньяк, внимание, внимание, осторожнее. Не ходите после десяти. Много контекстов, которые можно прочитать. Нанесенный на кожу скорпион хвостом вниз. Причем хвостом вниз и хвостом вверх – это разные вещи. Масть завязавшей, либо ныне действующей. Много очень символов, как книга. Девочка с шариком – это абсолютно ничего не обозначающий символ. Даже это не символ, это такой момент, который нужно увидеть и соотнести с общим контекстом. Когда покрывать это все лаком, очень много розового вылезло на поверхность. На игре фактур, на каких-то комбинациях, жопа, она очень долго не могла найти себе место. Это была ваза, в которую можно было реально поставить цветы. И все это называлось лона, из которого произрастает жизнь. Откуда такая информация? Алло. Неудобные вопросы задают. Отвечать на них, нет? Извините, ребята, не велели об этом говорить. Что будет завтра? Сотрет ли нас какая-нибудь волна цунами или волна ядерного гриба, мы не знаем. Что при этом останется? Что после этого через какое-то время найдут, а что не найдут? Хочется, конечно, чтобы раскопали через 3000 лет какую-то часть твоей работы и начали задумываться, что это вообще? Почему это? Этого не должно было быть, по идее, ребята. Потому что это не соответствует нашим представлениям. Работа изображает одного очень известного человека, чьё имя нельзя произносить слух. Здесь есть необходимые атрибуты абсолютной власти. Также изоляторы, главки соборов и всяческих сооружений. А это железнодорожный гвоздь, костыль. У основания всей этой конструкции, говорящий нам о судьбе обычного рядового человека. Это сталь, да, сталь разных сортов, разной толщины, разной его времени, степени состаренности. Ну и, соответственно, свойства тоже разные. В одной работе бывает, что приходится приспосабливаться технологически вообще к различным свойствам. И бывают сюрпризы, когда ты плачешь что-то делать, а получается, что оно не соответствует каким-то общим стандартам. В 1933 голова лошади, полуразложившись в момент отчаяния, пытается грызть какой-то заплесневелый порог деревянного дома, из которого уже просто растут грибы, тлен. Ну, это полный вес. Травм. Болячка, которая имеется внутри каждого из нас под толстым слоем времени. Жирка, свойственная человеческой психике, которая способна сдерживать боль, просачивающуюся под воздействием различных внешних факторов. Олицетворяет образ болевых ощущений, присущих чувствующим, думающим и мыслящим людям. Мюнхенская голова. Не люблю эту работу, потому что голова не мной сделана. Голова просто гипсовая, и это является пособием для художников. И у меня такой вид, что я не мог ее куда-то включить в свое творчество. Хорда – это такой символ женственной, воинственной, женской агрессии. Здесь есть первичные половые признаки в единичном экземпляре. Поддержащие воинствующий молот своих хрупких, но очень опасных клешнях. У нее тут не просто ноги, да, у нее конечности, которые соединены со штыками. Забвение, говорящие о том, о чем вообще в принципе сложно говорить. Поэтому каждый получает свои какие-то эмоциональные импульсы от работы, от этого поникшего, уставшего, пожеванного временем лица. Что-то из разряда хищников среди нас. Называется «человек среди нас». Речь идет о тех людях, которые растворяются в толпе, но являются крайне опасными, психопатичными, социопатичными такими личностями, у которых всегда есть за пазухой, либо какой-нибудь острый предмет, либо вот в данном случае капканы, да, которые он расставляет. Которая, наверное, речь идет опять же о каких-то психологических капканах. Занимаются насилием, не прибегая к физическому какому-то воздействию. Оп! Так, так, что ты так? Ну, что ты там про религию говоришь? Самая любимая наша тема – религиозная. Черная сторона, белая сторона, нимб в виде циркулярной пилы все равно остается остреньким. Делаем выводы. Не хотелось бы, чтобы мои работы оставляли людей равнодушными. Это самое ужасное для любого, наверное, творца, когда нет последствий. Вызывать эмоции, чтобы радовать, чтобы наталкивать на размышления, чтобы восхищать, может быть, наоборот, какие-то испытывать негативные эмоции. В художественном образовании, конечно, имеется без этого никуда. Я его получал самостоятельно, исследуя старых мастеров. Уроки рисунка живописи, курсы графического дизайна, иллюстрации. Много всего было пройдено, но это, как бы, формировало, наверное, какую-то общую базу данных для того, что я сейчас делаю. Работы еще будут. Больше экспериментов, больше смелых решений, неожиданных и самых дерзких. Наверное, смысл эволюции художника внутри себя, и чтобы это как-то проявлялось в его творчестве. Остались работы такие тоже, но они не для камеры вообще. Это уже речь об этом вести очень опасно. И если я буду говорить дальше про свои работы, ко мне могут завтра приехать черные воронки. Боюсь, что они будут последними. До лучших времен. И несмотря на страх, который людям накручивается, гонения, запреты, штрафы, закрытие выставок, все равно будут художники, которые будут говорить. Если об этом молчать, то мы превратимся просто в рабов. Подумайте об этом. Глаза аккуратнее. Готово. Магазин за покупками. Погнал.